Сегодня у нас Это было без выбора Поэтому сначала про самую высокую тему, веселую тему Священного Писания, про пост, а затем про не менее важную. Поэтому я сейчас удаляюсь ненадолго. Галя с вами поделится Словом Божьим. Чтобы только вот как-то слышно было, как я делюсь. И на самом деле, может быть, самая радостная такая духовная практика и духовные события в нашей жизни – это вот такое обращение к Богу в посте. Да, и вы знаете, что это вообще наша тема, и поэтому о чем же мы можем еще с вами делиться. И сегодняшний день – он также день поста, и поэтому хорошо говорить о посте во время поста. И самое первое определение, если так скажем, принцип поста – это приглашение. И поэтому все вот регулярные посты, которые у нас по четвергам проходят – это приглашение. И то, чем мы хотим с вами поделиться, это как раз будет звучать как приглашение, стать частью того, что мы хотим вам вот просто представить и презентовать как образ жизни, посвященного христилина. То есть образ жизни поста и молитвы. Может быть, кажется, ну что ж тут такого радостного, когда Бог говорит, что мы томили душу свою, когда мы вообще слабеем вот так вот физически. Но на самом деле это и есть Божий инструмент и Божий принцип в достижении человеческого сердца. И мы с вами просто вот определим отличия. Мы много слышали о посте. И мы знаем много мест писания о посте. И мы чаще всего воспринимаем библейский пост – это как вот избавление от нужды, от страданий, как антикризисную меру. Но согласитесь, прежде всего, чего Бог хочет достичь через все эти духовные практики, в том числе поста, молитвы, поклонения, все, что мы делаем, все, что мы делаем только ради одного лишь – соединиться с собой сердцем и прийти к познанию. И, между прочим, пост – это как раз выражение той жажды, которую Бог помещает в наше сердце в ответ на молитву о близости. Мы с вами хотим познать его сердце? Мы хотим приближаться? И вот все начинается с того, что мы начинаем просить Бога. Открой себя, открой таким, какой ты есть, приблизь нас к своему сердцу, дай нам узнать тебя. И вообще, это и есть самое основание всего. Близость, что такое близость? Это отношения интимные, возникшие в результате близкого общения. И это то, ради чего мы были сотворены. И поэтому все, что бы мы ни делали, какой бы деятельностью мы ни занимались в отношении Бога, для Него, все лишь ради одной лишь единственной цели – приблизиться к Его сердцу. И вот в ответ на такую нашу молитву о близости, Бог помещает в наше сердце жажду. И вы думаете, откуда у меня такое желание? Откуда мне хочется туда идти? Откуда мое сердце так сокрушено и так жаждет больше? Это ответ на твою молитву. Ты хотел узнать его ближе. Ты хотел узнать его сердце. И Бог помещает в тебя вот такой стимул. Давай, давай. И ты можешь пойти в пост. Это благодать. Пост – это приглашение. И я скажу, это привилегия. Если мы научимся и полюбим пост, это для нас привилегия. Это не удел каких-то особо призванных, особо духовно таких, знаете, сильных, одаренных, созревших верующих. Это удел каждого из нас, каждого, кто встретился однажды с ним и желает большего, желает большего. И это Он помещает в наше сердце жажду, которую Он же и восполняет, когда мы начинаем искать Его, когда мы начинаем больше и больше открываться Ему. Он восполняет жажду. И что происходит, когда Он восполняет нашу жажду? Мы хотим Его еще больше. И это принцип достижения Божьей полноты. Это Его принцип достижения Божьей полноты. Мы никогда, мы всегда будем блажен, счастливыми, когда мы нищие духом. Когда мы все время жаждем, Бог восполняет нашу жажду, а мы жаждем Его еще больше. И полное удовлетворение настанет только, когда мы встретимся с Ним лицом к лицу. Да? Когда мы встретимся с Ним. Так вот, это и есть желание, это и есть пост заветних, новозаветних отношений. Желание поскорее увидеться с тем, которого так жаждет наше сердце. Желание поскорее увидеться с Ним лицом к лицу. И наша цель, она даже дальше простирается того, что однажды это произойдет. Она до такой степени велика. Наше желание, что мы уже сейчас, уже сейчас можем переживать всю полноту, дарованного нам чем? Кем? Духом святым. Можно первое Коринфянам, вторую главу, 12 стих, открыть. Мы хотим знать дарованное нам от Бога, да? Духом святым эта любовь в наши сердца излилась, чтобы знать дарованное нам от Бога. И если я не переживаю всей полноты того, что уже есть для меня, уже даровано в Божьем Царстве для меня, мое сердце становится сокрушенным. И вот такая сокрушенность ведет меня вот в эти духовные практики, в поиск. Желание найти, обрести эту полноту. Желание знать, дарованное мне от Бога. Знать. И посмотрите, есть разница в духовных практиках других религий и библейской, библейского поста. Есть разница. И мы можем войти туда, мы можем пойти по этому течению. То, что пытаются обрести все другие религии, чтобы сосредоточиться во время всех вот этих практик духовных, постов на себе. Сосредоточиться на себе. И чтобы обрести благоволение. И даже, может быть, где-то самоуничижение, самобичевание. Но для чего? Для того, чтобы вызвать какое-то Божье одобрение, обратить внимание Божества. К этому сводятся духовные практики других религий. Но библейский пост нас влечет куда? Сосредоточиться на Боге. И исполнение Его воли. Библейская цель, цель библейского поста не изменить сердце Бога по отношению к человеку. Но изменить сердце человека по отношению к Богу. Вы чувствуете разницу? Я взываю не для того, чтобы Господь разжалобить Божье сердце. Чтобы Он пришел на мою нужду. Я буду упорно поститься. Я буду долго оплакивать свое положение. Я буду долго печалиться, чтобы Ты, Господь, пришел и восполнил мою нужду. Но мое сердце будет изменяться. Мое сердце будет открываться по отношению к Богу. И я буду обретать все больше и больше и понимать того, что мне уже даровано им. Того, что Он для меня уже излил Духом Святым. Того, что я могу переживать все полно Твоего Царства. Мое сердце во время этого приближения к библейскому посте. Именно в это время, именно мое сердце открывается по отношению к Богу. И давайте пять основных принципов библейского поста посмотрим. Как мы уже сказали, что это приглашение. И я бы здесь могла распространиться очень и очень много. Вы скажете, ну, эта тема, что это даже презентовать для вас пост, который называется «Постом ради жениха». И мы называем его «Постом Нового Завета». Вы скажете, ну, вот опять эта тема, Бог-жених, церковь-невеста. Но на самом деле, почему мы говорим именно о том, что Бог призывает нас в Новозаветнем посте тосковать по Нему, как по жениху. Он и в Ветхом Завете открывается своему народу, как супруг. В 54 главе, в 5 стихе Исаии. Творец твой, супруг твой. Творец твой, супруг твой. Все ради чего? Ради отношений только в этой ипостаси Божий народ, церковь может обрести полноту отношений с Богом и исполнить свое призвание и прийти в полноту зрелости. Да, мы армия. Да, мы тело. И Господь нас укрепляет взаимноскрепляющими связями. Да, мы армия, которая распространяет власть и господство Иисуса на земле. Но за кем придет Бог? За кем придет Иисус? Он придет как жених за своей невестой. И эта ипостась выражает самую большую зрелость церкви. Потому что только как невеста, церковь может настолько близко соединиться с его сердцем, познать все его желания, его волю и стать сильной в партнерстве. Возлюбленная, возлюбленный всегда сделает больше, чем работник, чем просто нанятый работник. Или даже понимание того, что я с властью и силой буду распространять Божье Царство. Возлюбленный всегда сделает больше, потому что я буду движима, любовью и страстью к моему Богу, как к жениху. И это и есть то, к чему он влечет перед своим возвращением в церковь. Он будет открываться больше и больше ей, как жених. И об этом написано в Матфея 22 главе, 2 стих, когда написано, что отец готовит для сына своего, что? Брачный пир. Брачный пир готовит отец. И мы говорим, что только приготовленная, очищенная, такая пылающая любовью, ревностью и страстью церковь может предвозвестить и приблизить пришествие своего жениха. Только такая пылающая страсть у невесты. И есть еще место в 25 главе Матфея. Там, где, помните, о девах десяти написано. И вот, когда услышите крик жениха, то давайте не спите, во-первых, и будьте готовы. И в чем там еще секрет разницы этих двух дев? И те, и другие девы верующие, те, и другие запаслись маслом, но у одних было его недостаточно. И что это за масло избыточное, которое нужно для того, чтобы светильник ваш не погас к этому моменту возвращения жениха? Это масло близких отношений, масло иелей близости. Потому что те девы, которые просили потом, да, просили этого масла, и те, у которых оно было, они не могли дать. Почему? Потому что это только твое. Это только твое личное познание Бога. И почему мы говорим, что пост приглашения? Потому что Творец, как супруг, говорит своему Творению, выходи за меня, выходи за меня. В эти отношения я от начала имел тебя для этих отношений. И никто, кроме тебя лично, не может сказать ему твое «да». Никто. Потому что множество есть представлений о церкви, как невесте, это мы все. Это мы все вместе, да, это вот такой образ невесты, такой желающий, любящий Бога. И это мы все вместе. Но не я лично. Особенно братья такие серьезные. Но только не я лично. Я не могу себя представить невестой. Но никто, никто не скажет твое личное «да» Богу, как жениху. Только ты сам. Только ты сама. И поэтому мы говорим о всех наших желаниях, попытках этих духовных практик достичь как-то, достичь Божьего сердца. Он сто процентов излился в наши сердца любовью. И Он нас любит без всяких условий. Но что происходит с нами? Наши сердца смягчаются. Наши сердца становятся способными сказать свое личное «да». Своё личное «да». Пост, приглашение «да», можно их все пять высветить. Пост – это благодать. Если Бог вкладывает вас в эту жажду, если Он вас призывает к чему-то, то Он и даст благодать для исполнения этого. Как бы вы своими усилиями, своей волей не пытались особенно пойти в какой-то долговременный пост, долговременную такую молитву днем и ночью, как мы говорим, днем и ночью, сколько бы вы ни своими усилиями воли не старались, вы не будете иметь той полноты. Вам все время будет хотеться, ну, а сейчас поем и все. Или сейчас включу что-нибудь посмотреть. Или, ну, этот пост для меня слишком тяжкий. Не могу я все это исполнить, как обещал. Ведь давал Богу обеты, не смог, сорвался. Благодать. Пост – это благодать. В нашей жизни было такое переживание многодневного поста, 40 дней. Ну, в нашей жизни это было только вот одно такое переживание. 40 дней мы постились. И согласитесь, вот своими человеческими усилиями это, ну, невозможно поднять. Но когда Бог тебя к этому призывает, когда Он поместил в твое сердце это желание, то ты просто идешь и не чувствуешь никаких страданий физических, физической боли, особенной немощи. Мы до самого последнего дня служили, пели, проповедовали во время этого поста. Не лежали там на последней неделе уже, что сил уже никаких нет. Но это благодать. Благодать. Бог дает свою благодать для исполнения Его воли и Его призвания в твою жизнь. Пост – это парадокс. В чем парадокс поста? Страдая физически, мы становимся более чувствительными в нашем духе. Потому что дух написан, даже когда мы спим, когда мы физически немощны, наш дух бодр. И он даже становится более чувствительным, когда наше тело немощно. Физически мы можем чувствовать вот усталость. И понимаете, все начинает обнажаться. И мы начинаем понимать, что мы абсолютно зависимы от всех этих видимых вещей. мы зависим от пищи, в конце концов. Хотя написано, не хлебом одним будет жив человек. Во время поста все это обнаруживается, все наши человеческие слабости, что мы без него абсолютно ничего не можем. И в это время мы приходим в такое состояние поклонения, выражение полной зависимости от Него. После этого также смирение, мы ищем Его воли. И в поклонение мы выражаем полную зависимость от Него. И это основные принципы именно библейского поста. Потому что это Его задуманный метод и инструмент по достижению нашего сердца, по достижению нас. Когда мы говорим о посте Ветхого Завета как антикризисной мере, да, и потрясения приходят в народы. И потрясения приходят именно для того, чтобы обратить взор к желаемому всех наций. Если мы с вами откроем послание Иоэля, вы все прекрасно знаете, когда там кризисы пришли в народ. И вся вторая глава нам описывает, какой же ответ должен быть Божьего народа на эти кризисы, которые пришли. Вторая глава Иоэля, 12 стих, там написано, обратитесь ко мне, когда все это пришло к вам, когда вы видите вокруг вас нужду. Это может касаться лично ваших близких, вашей семьи, это может касаться того места, того города, это может касаться страны, те кризисы, которые приходят. Бог говорит, обратитесь ко мне в посте, плаче и рыдании, и раздирайте ваши сердца, не одежды ваши, сердца ваши. Мы говорим о посте Ветхого Завета. Не будете тогда плененными, когда вы обратите свои сердца, когда мой народ передо мной смирится, когда вы просто вожелаете меня всем сердцем, поипокаетесь во всех своих грехах, тогда придет избавление, тогда придет восстановление, тогда придет процветание в вашу землю. Мы привыкли воспринимать посты именно вот такими, как антикризисная мера. Мы знаем, что пост, который избрал Бог, в Исаии 58 главе описано. Мы можем даже прочитать. Я могу наизусть цитировать. Вы открой, да, 6, 7, 8 стих. Какой пост Бог избрал? Когда мы не просто томимся и склоняем голову свою, но разрешаем оковы неправды, развязываем узы Ирма, угнетенных отпускаем на свободу, расторгаемся к Ирмо, делим с голодным хлеб, скитающихся вводим в дом, тогда откроется, как заря, свет, исцеление возрастет, и правда пойдет перед нами, и слава Господня будет сопровождать нас. Как здорово, да? То есть обращайте свои сердца, смиряйтесь предо мной, развязывайте оковы неправды и узы Ирма. И мы понимаем, что это тот пост, который избрал Бог, и Он говорил об этом еще пророкам, через пророков Ветхого Завета. Но почему мы еще говорим, что это не все? Это не все. Определение тех отношений в Новом Завете. Потому что Бог сказал, что когда ученики Иоанновы спрашивали Его в Матфея, 9 главе, в 14 стихе, но почему вот мы-то постимся, а твои ученики не постятся. Почему? С такой ревностью. Вот, пожалуйста, Бог избрал, чтобы жаждали Его, хотели. Почему они не постятся? Что ответил им Иисус на этот вопрос? Вопросом, да, ответил? Интересно, так вопросом ответил. Зачем поститься в 15-е? Да могут ли печалиться сыны чертогов брачного, пока с ними жених? Вопрос задал. И в первый раз Иисус здесь говорит о себе, как о женихе. Хотя ученики, они были из народа, Божьего народа, да, и они прекрасно знали, что отношения Бога и Израиля, Бог постоянно обращается, как к жене, да, не оставленной, что Бог твой, супруг твой, они знали, для них это не было новостью, да, Иисус говорит, вот зачем им печалиться, когда вот Он, Я с вами, Я явился, Я и воплотился, Я и показал вам этого Творца, который есть супруг ваш. Я и есть этот жених, который здесь с вами. Когда я с вами лицом к лицу, зачем печалиться? Вот когда отнимется, Он предсказывает, да, о своей крестной смерти, вот когда отнимется жених, тогда будут поститься и желать с такой же страстью. Но это уже будет какой пост? Жажда встречи поскорей снова увидеться со своим женихом. Это уже будет другой, качественно новый вид поста. Да, мы точно так же обращаемся к Богу в плаче и рыдании за свой народ. И все молитвы, которые мы возносим во время этого поста, они о том, чтобы народ обратился к Богу. И мы с вами эти темы посмотрим. Да, это все темы, ожидаемые второго пришествия Иисуса, как жениха. Но наша корень и сердцевина всех этих наших молитв, она будет вот в этом желании, в этой страсти, в этом поиске, в этом ожидании встречи. Вот тогда мы будем поститься. Томимые, желаемые, этой желаемой встречи со своим возлюбленным. И так же мы знаем одно из самых первых заповедей, которая была дана и в Нагорной проповеди. Иисус нам так же напоминает и говорит, что самое первое, что нужно нам всем, возлюбить Его всем сердцем, всей душой, всей крепостью. Как мы можем любить Его всей душой, всей крепостью, всеми своими силами? как? Есть какие-нибудь мысли? Он так же изложил это в Нагорной проповеди. И поэтому, когда мы обращаемся к посвященному образу жизни христианина Нового Завета, мы идем туда, к образу жизни по Нагорной проповеди. Вы помните, с пятой главы начинаются все заповеди блаженств, которые описываются. Блаженны, блаженны, блаженны. Как нам стать такими блаженными, такими счастливцами? Когда мы счастливы от этого томления, когда мы счастливы и когда в этой нищете Духа, когда мы счастливы даже, когда нас гонят, когда мы счастливы во время всех распри разделений и мы выступаем как миротворцы, когда мы счастливы, если мы томимы, желаемы, алчим и жаждем правды и истины. Как нам стать такими счастливыми? Вот. Переживая все эти блаженства, которые там написаны. И есть инструкция в этой Нагорной проповеди, как, если хотите, Нагорная проповедь это как конституция Божьего Царства, помещенного внутри нашего сердца. То есть там все те же заповеди, которые были даны Моисею, они описаны, да, чтобы мы не запрещает эта конституция, и гнев, и аморальность, нарушение брачных ус, и нарушение слова, жажду возмездия, враждебность к врагам, это все в пятой главе описано, но это не поступками нашими определяется, а наклонениями и помышлениями нашего сердца. То есть как раз обращение всех этих сводоправил обращены к нашему внутреннему человеку, к внутреннему человеку, и вот там все формируется, там формируется вся эта любовь, все это желание, исполнение всех заповедей, возлюбить Господа Бога всем сердцем, всей душой. Как я могу? Кто-то любит меня всем сердцем и всей душой, кто исполняет все мои заповеди. А заповеди мои вот такие, наклонение твоего сердца, наклонение твоего сердца, к чему расположено твое сердце? Когда вдруг тебя обидели, когда вдруг поступили несправедливо, как реагирует твое сердце? Ты можешь сдержаться, ты можешь изо всех сил сказать, да благословить тебя Господь. Ты можешь, но каковы мотивы, каковы мотивы твоего внутреннего человека, наклонения твоего сердца? И что же нам Конституция поощряет, что делать? Можно, да, вывести? Что же Конституция поощряет? И вы можете потом все это перечитать, у нас наверное немного времени, да? Поэтому мы не будем а почему вы местописание здесь написали? В общем шестую главу Матфея Нагорную проповедь перечитайте и вам будет все понятно. Начиная с 44 стиха 5 главы там где написано что что Конституция нам поощряет делать? Благословлять наших врагов и гонящих нас, то есть переживать полноту прощения. Иисус говорит, что если вы не будете прощать, то и вам как-то да, как вас может простить Отец? Поэтому полнота прощения, полнота прощения, благословение врагов, это служение и даяние. Да, вы знаете, даяние милостяне, когда ты это даешь, пусть твоя рука не знает, что одна рука, что делает другая, и все это делается опять же откуда? Из побуждения сердца, в тайне, не перед людьми. Что мы еще делаем? Опять же, пост и молитва, да, вот вторым пунктом написано молиться и поститься. Опять пришли туда же. образ жизни по Нагорной проповеди это образ жизни поста и молитвы. То есть, если мы будем благословлять врагов, прощать, переживать эту полноту, свободу, свободу в полноте прощения, если мы будем давать, и если мы будем молиться, поститься, и будем все это делать в тайне, Отец, видящий тайны, Он воздаст нам явно. И поэтому внутри мы переживаем эти награды. Если мы думаем, что вот мы сейчас попастимся, и там все нам с неба свалится, или придет полное избавление, внутри мы приобретаем эти награды. Наше сердце становится способным взять всю сокровищницу из Божьего Царства. И это тайное, оно однажды выйдет, выйдет наружу, оно выйдет наружу и станет явным, станет явным. Таким образом мы можем любить Господа всей душой, всей крепостью, всей силой. Таким образом служить, давать, благословлять врагов, поститься, молиться, желать его всем сердцем. И наш пост ради одного, ради встречи, ради желания приблизиться. И мы сейчас быстро пробежимся по темам поста ради жениха. Я вам скажу, что пост это приглашение, вы это слышали. И вот у нас в доме молитвы, помимо того, что каждый четверг мы вот как сегодняшний четверг мы постимся, молимся. И даже такая круглосуточная молитва у нас существует, цепочка, час за часом каждый страж молится. И помимо этих регулярных постов есть три дня вторник, среда, четверг, первую неделю каждого месяца. И последняя неделя декабря это тоже целая неделя. 40 дней в году. И в 2002 году такое желание, вот как Божий призыв получили молитвенники в Канзасе, что совершать эту молитву, этот пост ради жениха 40 дней в году до дня пришествия жениха. И когда мы первый раз оказались в этой молитвенной комнате, это как раз оказалось во время вот этого поста ради жениха. И с тех пор мы вовлеклись, просто услышали этот призыв в своем сердце. И если вы понимаете, что в это время мы соединяемся все, не только вот мы договорились там нашим домом молитвы, мы понимаем, что много и много посвященных верующих по всему лицу земли, все кто охвачены этим желанием встречи с женихом, все кто охвачены этим движением зажигать огонь на жертвенники молитвы, поклонения, они взывают, постятся и молятся, собирают торжественные собрания по образцу Иоиля, которые мы читали сегодня, то сердце просто загорается от того, что Бог пробуждает, пробуждает свой народ, пробуждает церковь, как свою невесту, и какие же пост ради жениха, это время особой молитвы за благословение сфер, которые приблизят его второе пришествие на землю, какие это темы, мы сейчас их здесь озвучим, там семь тем, и вы можете точно так же открыть свое сердце, если вы слышите призыв в своем сердце, быть участниками этих молитв, поститься вместе с многими и многими верующими, вы можете просто приходить в дом молитвы, и я знаю, что многие из вас здесь уже как раз и охвачены этим движением, вы много слышали, и мы постоянно с вами молимся по этим темам, это приглашение, вы можете прийти и узнать об этом больше, это конечно же вот то, что мы сейчас сказали, это первая молитва наша о полноте Духа Святого и единстве Церкви, чтобы Церковь пришла в зрелость как невеста, и можно молиться по молитве Иисуса в Яна 17 главе, чтобы стали едиными, чтобы как Отец едино, чтобы имели любовь между собою, по Римлянам 15 главе, чтобы были введены мысли, введенодушные хвали, и едиными устами прославляли Бога и Отца. Мы молимся за Церковь, мы молимся за жатву в конце времен, когда Господин жатва высылает делателей на жатву свою, и тоже в контексте не просто наемных работников, а возлюбленных сыновей и дочерей, которые пойдут в близости со своим женихом на жатву, которая предельна, которая уже к концу времен готова. Это движение пробуждения молодежи, и мы здесь много молимся за то, чтобы восстановить связь поколений, да, по Малахии 4 главе 6 стихе, когда в последнее время и зальется Дух, или Он обязательно обратит сердца отцов к детям, и сердца детей к Отцам. Мы молимся, чтобы этот факел веры, молитвы, Он просто взял это новое поколение наших детей, чтобы та же вера, которая была в Отцах, поколение детей, они могли взять это и пойти дальше, и понести это дальше, и больше. Мы молимся о спасении Израиля, за защиту, спасение, и чтобы возбудить ревность в Божьем народе Израиля от полноты нашего познания Его, о благоухании нашем познании Святого Духа, чтобы возбудить в них ревность. Мы молимся о благополучии народов, и об этом Олег сейчас расскажет в молитве, что приходит в результате вот таких молитв в согласии, в единстве. Это о защите всего, что высвобождается нашими молитвами. Вы думаете, ну что такое за пультик защиты всего, что высвобождается молитвами? Потому что мы с вами высвобождаем в духовном мире, высвобождаем Божью волю, и чтобы Его Царство поскорее пришло с небесной землю. И мы знаем, что Он окружает и защищает все это, потому что приходит враг, чтобы украсть это. Даже если мы много переживаем в наших молитвах, бывает такое время, что раз и после этого вы просто чувствуете полное опустошение. и как будто все, о чем вы молились, ничего не происходит, а наоборот усугубляется. Мы в свое время очень сильно молились за единство и начинали видеть только наоборот больше и больше разногласия среди тех, за кого мы молились. Думаем, как же так, как же так? И поэтому обязательно наше посвящение и ревность не должны в этом угасать. И мы молимся о том, что Бог окружает по Захарии, да, у вас написано Захария 2 глава 5 стих, что Бог огненные стены воздвигает, да, своей ревности вокруг всех своего народа, вокруг всех молящихся. Он воздвигает эти огненные стены ревности и защищает все то, что высвобождается нашими молитвами. Сейчас мы давайте помолимся и о молитве, Олег продолжим. Господь, вот мы, Твоя невеста, мы все вместе, но также каждый из нас лично и прежде всего каждый из нас лично мы обращаем наши сердца к Тебе, как к тому, который не оставляет нас в неведении, но изливает на нас свои желания и откровения. И мы, Господь, верим, что Ты Духом мудрости и откровения откроешь наши глаза на Тебя, как на прекрасного жениха. и Ты придешь в то время, когда мы воззовем к Тебе, воззовем к Тебе вместе с Духом Святым, когда мы начнем в полноте этого желания встретиться скорее с Тобой, взывать к Тебе, ей гряди, Господь, приди скорее, и мы будем предвосхищать, мы будем готовить это пришествие, и мы будем приготовляться, как невеста, чистая, беспятная порока, чтобы войти в Твое присутствие, войти в Твое объятие. Ты уже сейчас нас прижимаешь к своему сердцу, чтобы могли пережить всю полноту Твоей любви, насколько Ты любишь нас, насколько нам ничего не нужно заслуживать для этого, Господь, и все наше желание, послушание, смирение, наше поклонение исходит только из понимания о Твоей стопроцентной любви, безусловной любви. Господь, настигни каждое сердце, настигни каждое сердце этим откровением о Твоей любви, Господь, о Твоей любви, как жениха, и дай нам пойти туда вместе по приглашению, Господь, по Твоему призыву, по Твоей благодати, по Твоей милости для нас во имя Иисуса Христа. Иисус пришел в синагогу силу и начал учить. Ну так написано, вон глядт Луки. Это бесы. А можно как-то подстроить там что-то сделать, нет? Давайте другой микрофон. Раз. Интересно, мы с Галей были как-то в Америке, и мы служили в одной церкви. в некоторых церквях у некоторых пасторы прописывают свои проповеди на год вперед. То есть они знают, о чем они будут проповедовать следующее воскресенье. То есть такой методичный очень подход к проповедованию. И вот в тот раз, когда мы были в этой церкви, была тема поста. Вот. И пастор с таким воодушевлением проповедовал о посте, говорил, что друзья, надо поститься, нужно приближаться к Господу. И после служения я услышал такой интересный разговор, как христиане они обсуждали, в какой ресторан они после этого служения поедут. И где бы повкуснее покушать. Вот. Но насколько вы поняли, пост на самом деле это не о беде, не о пище. Да? Вот. Пост – это приглашение. И сегодня, ну, если вы никогда не постились, для вас это приглашение прозвучало. Это та христианская дисциплина, та христианская практика, которая должна быть в теле Иисуса Христа. То есть, каждый нормальный христианин, нормальный христианин должен иметь практику поста. Для Джона Уэсли было нормальным поститься два раза в неделю. То есть, с утра до обеда, во вторник и в пятницу этот человек Божий постился на протяжении всей своей жизни. То есть, это должно стать нормальным. Вот. Я не в качестве хвостоства какого-то скажу, но с 2012 года, может быть, один или два раза, ну, там, по физиологическим причинам мы пропустили этот пост жениха или мы не пропустили, мы просто постились частично. Вот. Интересно, что первый пост жениха, который был в нашей практике, он попал на мой день рождения. Вот. Как раз был 8 февраля, и это был день выхода из поста. Вот. И это был очень интересный опыт. Очень интересный опыт. Вот. И поэтому, если у вас есть желание поститься, пожалуйста, вы можете поститься. У нас есть в церкви такая возможность. Приходите в молитвенный зал и каждую первую неделю нового месяца у нас трехдневный пост. Вот. Когда мы молимся вот за эти темы, которые указаны здесь были, которые здесь были показаны. Вот. И можно вообще снять эту штуку? Она мне мешает. Сейчас я ее сниму. Если у вас есть проблемы с пищей, то это, знаете, не проблем на самом деле. Вы можете взять пост от какой-то другой сферы. То есть, в какой-то другой сфере. Там ограничьте себя в том, что вы любите, например. Кто-то очень любит шоколад с кофе. Вот именно шоколад с кофе. Ну, откажитесь от шоколада с кофе ради того, чтобы приближаться к Господу. Ради того, что Иисус, это я для тебя делаю. Я страдаю ради тебя, чтобы приблизиться к тебе, чтобы взыскать твое лицо. Кто-то там погружен в социальные сети или любит смотреть какой-нибудь сериал. Вот. Ну, не смотрите вы этот сериал. Вот вы увидите, у вас будут небольшие ломки в начале, а потом вы скажете, как это классно. Вы переживете этот парадокс благодати, когда вы будете испытывать немощь и в то же время вы будете чувствовать необъятный, очень сильный прилив Божьей благодати в вашу жизнь. Пост – это здорово. Мы всегда с нетерпением ожидаем времени поста. Я вам скажу, что многие вещи в нашей жизни разрешатся, когда мы начнем поститься. Когда мы начнем поститься. Вот. Когда мы поймем практику поста, зачем это нужно, для чего это нужно. Вот. Когда это станет, ну, нашей, скажем, нашим образом жизни. Вот. Поэтому добро пожаловать. Это радостная тема. Это радостное послание. Вот. Галя говорила, что я буду говорить о благополучии народов, но я измени тему. Вот. Я думаю, будет справедливо, если мы возьмем с вами сегодня третью главу послания к Эфесиным. Это то, что не успел пастор Леон сказать в воскресенье. И я решил восполнить этот недостаток. Я решил взять третью главу послания к Эфесиным, апостольскую молитву, молитву апостола Павла. Вот. Вообще, он хотел взять две молитвы, да. Это с первой главы, с 15 по 23 стих, о которой он говорил, да. И с третьей главы, с 14 по 17 стихи. Так вот, с первой главой мы разобрались в воскресенье, да, и это было чудесное собрание, да, было чудесное служение, была замечательная, потрясающая атмосфера, вот. Но мы не успели рассмотреть по ряду причин третью главу. Поэтому я этот пробел восполняю, и мы с вами разберем, раз у нас тема молитвы, мы разберем с вами апостольскую молитву из третьей главы. Но вначале я хотел бы сделать краткое напоминание того, что было в воскресенье. Потому что, ну, повторение «Мать учения», да, это такой педагогический пример. Здравствуйте, дети, сейчас мы вспомним, что же было на прошлом уроке, а потом будем двигаться дальше. Вот, давайте мы вспомним, что было в воскресенье. Все помнят, что было в воскресенье? А, так вот. Боже мой. А вы были в воскресенье-то хоть? Были, да? Помню, что хорошо так было. Так было классно. Так здорово было. Но о чем проповедовали, не помню. Это наша проблема, друзья. Мы должны помнить, о чем вообще проповедуется, что из-за кафедры нам нам вещают. Пастор Леон, он говорил о качествах церкви, о которых сказано в послании к Ефесинам, о том, какая должна быть церковь. Апостол Павел показывает нам картину церкви. Вообще, для того, чтобы обратиться к этой теме, к этим молитвам, нужно понять, зачем вообще апостол Павел написал послание к Ефесинам. Это послание называют королевой всех посланий. Вот. И считается, что это, так скажем, ну, высшее достижение в богословской мысли, в писательском ремесле апостола Павла. вот, и здесь Павел, он подчеркивает одну очень важную мысль, для чего было написано это послание. Он показывает, что весь мир, весь мир, он очень сильно разобщен. Ну, вы с этим согласитесь, да? Причем интересно, что мы думаем, что наш мир разобщен, но Павел писал об этом больше двух тысяч лет назад. Мир уже тогда был разобщен. Уже тогда люди находились в разобщении. Ну, в чем это проявляется? Ну, например, человек и, ну, и природа, да, дикая природа. Мы же разобщены с вами, правильно? Вот Алексей вот рассказывал, они в поход сходили, и он говорит, ну, очень сильно разобщены, особенно молодые люди. Мы никак не можем слиться с этой природой. Вот. Они не понимают, что такое остановиться, что такое созерцать эту красоту. Ну, вот выпусти нас сейчас в дикие условия, например, вот в том, в чем мы есть. Что с нами будет? Комары сожрут, клещи покусают, и мы умрем. Вот. Но мы очень разобщены, очень сильно разобщены с дикой природой, с животными, да, там, с тем, что нас окружает. Ну, что говорить о животных? Человек с человеком очень сильно разобщен, да? То есть люди ругаются друг с другом на ровном месте. Столько конфликтов различных происходит. Со мной согласны, да? Так происходит. Даже человек сам с собой разобщен. То есть у человека раздвоение, расстроение личности, он сам с собой договориться не может. Человек внутри разобщен. Вот. И, но самая главная проблема человека заключается в том, что он разобщен с Богом. Вот он разобщен с Богом. И Павел говорит, вот это корень всей проблемы, в котором человечество находится. Так вот, он говорит, церковь, церковь, она для того, чтобы эту разобщенность преодолеть. И чтобы соединить вот этот физический мир и духовный под единой главой, под Иисусом Христом. Чтобы соединить все земное и небесное под главенством Иисуса Христа. То есть сделать такое большое тело Христа. То есть в нашем понимании тело Христа это вот церковь, да? Но Павел здесь мыслит гораздо шире. Он говорит о теле Христа как о всем мире, о всем человечестве. Все человечество рано или поздно должно стать телом Христа, друзья. Вот. И задача церкви, она заключается в том, чтобы принести мир вот в эту разобщенность, единство, единение. Вот. Но для того, чтобы церковь, церкви вот эту благую, добрую весть принести, ей нужно самой как-то измениться. Согласны со мной? То, чтобы показать любовь Христа, показать силу Христа, в церкви, в самой должна быть любовь Христа, в церкви в самой должна быть сила Христа. Она сама должна стать оазисом этой любви, мира, благодати. То есть, ну попросту говоря, здесь должно быть нам очень хорошо. Нам здесь должно быть очень комфортно. И люди, которые приходят сюда, им тоже должно быть хорошо, и тоже должно быть комфортно. Нам не должно быть комфортно и хорошо, когда мы сидим здесь Мы здесь в зале слушаем проповедь, это не обязательно. Вот, но в принципе нам друг с другом должно быть очень хорошо. И люди, видя любовь, которая между нами есть, они будут говорить истинно, вы его ученики. И там, где есть любовь, люди тянутся к любви, согласитесь? Они тянутся, они хотят, они хотят этой любви. Так давайте же дадим им эту любовь, говорит апостол Павел. Давайте через наше единство покажем миру, что такое любовь Христа. Ну вот вкратце, вот то, о чем говорил Леон. И он показал характерные признаки церкви, которые вот описаны в первой главе посланника Фессиона, 15 по 23 стих. То есть характерные признаки церкви. Также он говорил о двух заповедях, да, и Галя тоже их коснулась. Любить Бога всем сердцем, всем разумением, всей крепостью, всей душою, да, и любить ближнего своего, как самого себя. Вот если эти две вещи у нас есть и культивируются, мы нормальная Божья церковь, друзья. И каким образом мы можем показать любовь к Богу? Да, вот Галя спрашивала, каким ты образом можешь показать, что ты любишь его? То есть люби ближнего своего, люби своего ближнего. Прежде всего, когда мы любим своего ближнего, мы показываем любовь к Богу. Когда мы любим брата, мы любим Бога. Мы любим брата, которого видим, мы любим Бога, которого не видим. Ненавидим брата, которого видим. Как мы можем любить Бога, которого, ну, не видим? И в истории церкви было множество прецедентов, когда люди, ну, страстно-страстно любили Христа. То есть всякие монахи, отшельники, они уходили из мира, но при этом они были какие-то асоциальные, ну социопатами такими были, с ними невозможно было ни о чем разговаривать. Они были выше всего, выше этого плебейского мира, то есть этого падшего мира, они где-то там на небесах сидели. Но я вам хочу сказать, чем ближе человек со Христом, чем ближе он к нему приближается, тем больше он любит, тем больше он любит. Чем больше ты приближаешься к источнику любви, тем сильнее твоя любовь по отношению к другим людям. Но это так, да. То есть мы видим в истории церкви, когда вот фарисеи, они были вот, ну так они страстно, ревностно любили Бога, что в конце концов они его убили. Что в конце концов они его приговорили. Вот и, знаете, есть одна проблема у людей ревностных, вот, а когда они видят людей неревностных, они их немножко недолюбливают. Ты мало постишься, ты вообще не молишься, ты вообще не ревнуешь по Богу. Знаете, это неправильно, это неверно. Человек, который имеет ревность по Богу, он будет молиться, чтобы Господь пробудил твое сердце, чтобы Господь показал твоему сердцу то же самое, что ты показал его сердцу. Знаете, я когда уверовал, мне казалось, что благая весть это настолько просто, что люди, они просто должны пережить то, что пережил я. Поэтому я всем ходил и рассказывал, вы знаете, Иисус, там больше эмоций было, чем слов, то есть объяснить я толком не мог. Я просто говорю, вы должны, вам надо с Иисусом, вам... Люди смотрели на меня как на чокнутого, как на ненормального, да, но, наверное, с вами так же было, да, вот, наверное, так же с вами было, но... Но ты хочешь выражать эту любовь, ты хочешь отдавать эту любовь. И нормальная церковь, это где вот эти две заповеди, они имеют место быть. Мы любим Бога и мы любим своего ближнего. Это картина церкви, это картина церкви, какой она должна быть. Истинный христианин любит Христа и любит так же своих братьев. И поэтому церковь, вот та церковь, в которой может быть чистое богословие, которая самая правильная, у которой апостольская преемственность, у которой там, ну, вообще, то есть, все погоны и регалии, которые только, только возможны. Но если, но если там нет любви к собратьям, которые свойственны истинной церкви, то такая церковь не является правильной, такая церковь не является истиной. Так вот, Павел молится о церкви в Ефесином 1.15.23. Почему же он молится о церкви, я вам уже объяснил, да? Я вам объяснил, почему он это делает? Я вам объяснил, для того, чтобы церковь приготовить, чтобы поделиться этой доброй вестью, вестью примирения со всем миром и соединить этот мир под главой Иисусом Христом. Вообще, это послание об единстве, да? И Павел молится о духе премудрости и о духе откровения. Можно дать, да, это местописание? Он молится, дай им духа премудрости и откровения к познанию Тебя, просвети очи и их сердце. Тебе адрес нужно дать? Или что? Молодец. Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию. Вот, смотрите, первое, вот о чем Павел просит, он просит о мудрости. Здесь он употребляет греческое слово София. Вот, знаете, имя София, вот это слово премудрость. То есть, мудрость, которая превосходит разумение. И София – это мудрость глубоких тайнств Божьих. И чтобы этого достичь, чтобы вот этой мудрости достичь, необходимо соблюсти несколько условий. Во-первых, нам нужны с вами люди, которые мыслят. Люди мыслящие. И я очень рад, что в церкви здесь у нас есть мыслящие люди. И пастор нам сам говорит, вы мне не доверяйте, вы доверяйте, проверяйте все, сверяйте со Словом Божьим. Сверяйте с тем, что написано. Помните, эти были там благомысленные вот тех, да, они исследовали, так ли Павел говорит, говорит ли он правду. То есть, нам нужны мыслящие люди. То есть, вот смотрите, если мы приходим с вами к портному, грубо говоря, да, то мы же хотим получить определенный результат от портного, так ведь? Ну, костюм или что там еще? Что портные шьют еще? Штаны, юбки, да, брюки. Вот, если мы приходим там к сапожнику, мы хотим получить сапоги. Когда мы приходим к священнику, мы хотим получить понимание о религии, так ведь? И в этом смысле каждый из нас священник. Мы должны уметь объяснить нашу религию. Мы должны объяснить то, во что мы верим. Рассказать об этом. Поэтому нужны мыслящие люди. Вы знаете, что этим миром правят идеи, правят мысли. Вы скажете, мной никто не правит. Правят. Вы знаете, что все человечество в средние века, оно было под влиянием религиозной мысли, религиозного сознания. И сознание людей формировалось под влиянием церкви. В основном церкви. То есть то, что проповедовалось из-за кафедры, ну, люди воспринимали как само собой разумеющееся. Они это не отрицали. Долгое время католическая церковь была под влиянием греческой философии. То есть философии Аристотеля. Эти мысли, которые были высказаны этим философом, они повлияли на всю церковь. На весь западный мир. Простые мысли. Мысли, высказанные человеком. И мы с вами сегодня находимся под влиянием чьих-то мыслей. Мысли, понимаете? Поэтому нам нужен дух премудрости и откровения, чтобы эти мысли, они не противоречили тому, что написано в Священном Писании. Чтобы эти мысли, они формировали правильное сознание. Представляете, что вот в средние века, например, в том 16 веке, Лютер, он занимал кафедру, да? Кальвин занимал кафедру. Насколько мыслящие люди это были. Представляете иметь такого проповедника, как Лютер? Или Кальвин, да? Ну, мы в прошлый четверг говорили о грехах Кальвина, да? О его ошибках. Но, тем не менее, эти люди были мыслящие. И они сформировали религиозное сознание целых наций, целых народов. И мы думаем, в чем вот причина того, что некоторые из них процветают, некоторые из них, ну, живут правильно? Потому что священники из-за кафедры излагали правильные мысли, мысли священного Писания. Понимаете? Это так работает, друзья. Это так действует. И в церкви у нас должны быть мыслящие люди. Поэтому мы должны страстно молиться, чтобы Бог дал нам духа премудрости и откровение к познанию Его. Об этом мы поговорим немножечко позже. Нам нужно необходимо богословское обучение. То есть это важно. Поэтому вот у нас по четвергам мы здесь разбираем священное Писание, да? У нас до недавнего времени была библейская школа, были библейские курсы, где мы изучали Слово, где мы изучали... Мы читаем Слово, Библию по плану, да? Изучение священного Писания церковной кафедры – это важная необходимость для религиозного побуждения. Это важно. Слово – это важно. Согласитесь со мной? Вот. И я иногда смотрю, знаете, как вот мы обсуждаем некоторые вопросы, как мы сделаем то или иное вещь, вот особенно не только мы, я вот и молодежь имею в виду тут. Интересно за молодежью наблюдать, как они что-нибудь обсуждают там, что-то давай вот это сделаем, давай вот это сделаем. И я вот думаю, а почему бы нам не обратиться к священному Писанию и подумать, а что Пиплия говорит по этому поводу? А что по этому поводу говорит священное Писание? То есть мы проводим столько времени в разных обсуждениях, но нам нужна точка зрения Бога, которая изложена в Библии. Поэтому лучше обращаться к этому. Павел молит Бога, чтобы он дал духа откровения к познанию Его. Откровения, апокалипсис, греческое слово, что означает снять завесу. Снять завесу, сделать, чтобы было сокрыто, тайно, открытым, понятным. Так вот Господь хочет снимать завесу с наших духовных глаз, с наших ушей, чтобы мы могли слышать Его, чтобы мы могли возрастать в благодати познания Господа. То есть получать вот эти, углублять свои знания и погружаться в Божью благодать. То есть любой профессионал, он понимает, что ему нужно совершенствоваться. Так ведь? Ну вот, есть тут профессионалы своего дела? Нету, да? Господи, ну надо. Надо, чтобы мы были профессионалами своего дела. Ну, например, медик. То есть, вот я бы не хотел, чтобы меня лечил врач из 16 века. Чтобы мне кровоупускание делали. Но не хотел бы я. То есть, лучше, если меня будет лечить доктор из 21 столетия. То есть, и лучше, если этот доктор, он будет знать все современные веяния медицины. Лучше это будет так, если он будет идти в ногу со временем. Так ведь? К такому профессионалу мы пойдем. И такому человеку мы доверим свою жизнь. Вот. Так как христианская жизнь, жизнь христианина, для нее характерны все более глубоким и постоянным изучением и познанием Бога. Дружба, которая не становится с годами более близким, постепенно она что делает? Охладевает. Она, ну, она охлаждается. То же самое происходит с нашими отношениями с Богом. Если мы не культивируем эту дружбу, если мы не развиваем эту дружбу, этой дружбе конец. И это мы должны делать на личном уровне, каждый из нас. Не ждать, что нас кто-то этому научит. Мы должны это делать в тайной комнате, как говорила Галя, да? Как говорил Иисус. В шестой главе Евангелия от Матфея, в Нагорной проповеди. И Павел молит Бога вот в этом же отрывке о новом познании христианской надежды. Можно с полной уверенностью сказать, что наш век, он характеризуется отчаянием. Так ведь? Вы вот новости, если включите, то там ничего, кроме отчаяния, нет. Все плохо, все плохо. Там плохо, тут плохо, здесь плохо. Посмотришь на проблему людей, люди полны отчаяния, неуверенности. Правильно, да? Так ведь? Отчаяния, неуверенности. Поэтому им так нужна вот этот вот живительный глоток христианской надежды. Я помню, когда у нас была миссия Урал-Сибирь в 94-м году, вот, во дворце спорта. Ее слоган этой миссии был следующий. Бог дает надежду. Аминь. И вместо того, чтобы подстраиваться под этот мир, ой, как страшно, мы все умрем. Нам нужно дать надежду этим людям. Мы не умрем, мы будем жить вечно и возвещать дела Господни. И может быть, вначале тебе будут говорить, что ты ненормальный, что ты сумасшедший, а потом согласятся. Да, это единственное правильное решение, единственный правильный выбор. Нам нужна христианская надежда. И об этом Павел просит молиться. Он молил Бога. Далее, Павел молит Бога дать людям новое осознание величия Его могущества. Высшим достижением, высшим достижением или доказательством для Павла, вот величие Его могущества, было воскресение мертвых. Воскресение из мертвых. Павел верил абсолютно, что планы Божии, они не могут быть предотвращены никакими там действиями людей. Он верил в воскресение мертвых. И оно обязательно будет, друзья. Все, что Бог запланировал, это обязательно случится. Это обязательно произойдет. Будет и первое воскресение, и второе воскресение, и тысячелетней царства будет. И будем мы править вместе со Христом. Саша, ты будешь править вместе со Христом. Он тебе даст несколько городов обязательно за твою верность. Будешь городами управлять, а не церковным имуществом. Он без энтузиазма пока, но ничего. Ничего. Придется тебе взять эту ответственность на себя. Будешь пасти язычников вместе с Иисусом Жезлом Железным. Хорошо? Ну все, он согласился. И ты, Игорь, тоже вместе с Наташей. И даже Лариса. И даже каждый из нас, друзья. Аминь. И давайте мы дальше с вами перейдем уже к третьей главе. Я сделал краткий обзор того, о чем говорит, о чем молится Павел в первой главе. Но наша цель это третья глава. Давайте посмотрим вторую апостольскую молитву. Павла. Это горячая молитва апостола Павла. Можно открыть третью главу с 14 по 21 стих. Для сего преклоняю колени мои пред отцом. Смотрите, это не просто метафора. Павел говорит, я преклоняю колени. И сам ничего не преклоняю колени. Нет, если Павел написал, я преклоняю колени, он их не просто преклоняет, он падает ниц перед Богом. В практике евреев было молиться стоя, вот с такими, с повернутыми ладонями в отношении Бога. То есть с открытыми ладонями. Здесь Павел говорит, я падаю ниц и умоляю Бога в горячей молитве, ревностной горячей молитве. Это то, что мы с вами должны делать, понимаете? В нашей молитве от церкви Божьей. А? От церкви Божьей. Я преклоняю колени мои, говорит Павел, пред отцом Господа. Павел обращается с мольбой к отцу. И смотрите, сам характер обращения. Пред отцом Господа нашего Иисуса Христа. Павел называет Бога как? Отцом. Эта концепция впервые появилась, когда? Тоже в Нагорной проповеди. Когда ученики подошли к Иисусу и сказали, научи нас молиться. Что он сказал? Молитесь же так, Отче наш, сущий на небесах. Да, Матфея 6 глава. Отче наш, сущий на небесах. И для евреев эта идея была совершенно революционной на тот момент. Совершенно революционной. Почему? Потому что они в своем религиозном сознании не могли Бога называть отцом. Они не могли Бога называть отцом. Они не могли считать Его отцом. Вообще в мировоззрении древнего человека, что такое было понятие отцовства? Отцовство это, скорее всего, было просто физиологической принадлежностью. То есть, ну вот знаете, как вот нужно установить отцовство. Сделали ДНК-экспертизу. Да, вот этот вот Варфоломеев, сын вот этого, отец вот этого Варфоломеева, да? Или вот этот сын Варфоломеев, ну не знаю, почему Варфоломеев, ну допустим, Варфоломеев, да? Ну, Варфоломеев, да? Вот сын Варфоломеева. Варфоломеев, отец Варфоломеева и так далее. Простите мне эту игру слов. Вот, то есть, ну это как бы было, ну вот есть, да, есть тот, кто вот его, ну, создатель, так скажем, да? То есть, в том смысле, в котором Иисус об этом говорил и в котором об этом апостол Павел говорил, люди древности не вкладывали этот смысл в это слово, в это понятие отца. Да, Иисус говорил о духовном отцовстве, что подразумевает близость, подразумевает любовь, подразумевает отношения. Вот о чем говорит Иисус. Прежде чем ты начинаешь молиться, ты приходишь к Отцу, с которым у тебя есть отношения, отношения любви, отношения, просто есть отношения. Просто есть взаимоотношения. И Павел говорит, что Бог это Отец Иисуса Христа. И, как я уже сказал, когда употребляли слово Отец по отношению к Богу до пришествия Христа, оно употреблялось больше в смысле физического отцовства. И Иисус эту идею, Он изменил. Он сказал, что Бог это Отец, которым мы имеем доступ. Мы имеем доступ к Отцу. Это же послание, 2 глава 18 стих, 3 глава 12 стих. Смысл Ветхого Завета, еще раз повторю, сводился к тому, что человек к Богу прийти не может. Но не может самостоятельно этого сделать. То есть доказательство тому является книга судей, да, 13 глава 22 стих, когда Маной, сын, отец Самсона, он получил известие, что у него родится сын. И как отреагировал сам Маной? Он сказал, верно мы умрем, ибо мы видели Бога. То есть они так мыслили, они так думали. Они считали, что только первосвященник один раз в год может войти во святой святых. Ну вы знаете все это, да? Вы же люди грамотные. Да, только вот в праздник Йом-Кипур, а только первосвященник мог входить во святое святых, мог входить во святилище. Поэтому Маной так сильно испугался. Иисус поменял эту идею, он поменял эту парадигму, этот образ мышления. Сущность же, христианская вера, она состоит в том, что Бог доступен. Скажи, Бог доступен. Он не какое-то там, завеса была разодрана, сверху донизу. То есть это была инициатива Бога, да, как говорят некоторые богословы. Не снизу вверх, да, не низы не смогли жить по-старому, а верхи уже не хотели жить по-старому. Сердце Отца раздирается любовью по отношению к нам. Поэтому эта завеса была разодрана. Он сказал, все, ребята, путь свободен, путь открыт. И я так рад этому откровению, что на любом месте, в любое время, я могу поднимать свои руки без гнева и сомнения и обращаться к моему Отцу. И Отец слышит меня, когда я Его призываю. Мой Ава-Отче слышит меня. Скажите аминь на это, братья и сестры. И это не зависит от тех регалий, которые есть у нашего Отца. То есть есть одна история, которую я совсем недавно прочитал. У маленького мальчика папа был военным. И он получил должность бригадного генерала. Он был очень сильно повыше. Ну, представляете, бригадный генерал – это очень важный человек. И ему сообщили сыну об этом, что папа стал бригадным генералом. На что сын отреагировал так. Ну, скорее всего, он же не перестает быть моим отцом. Помимо того, что он бригадный генерал, он мой отец. Помимо того, что он царь, он владыка всех миров, он тот, кого не вмещает в небеса небес, чей престол-то небо, а земля, чей подножие ног его, он мой отец. Он мой Авва. Да. Саша, он твой отец. Твой Авва-Отче. Скажи, что ко мне ты прицепился сегодня? Он твой отец. Но, вы знаете, это не говорит о том, что мы должны быть в некую такую сентиментальность впадать, как иногда христиане впадают в такую сентиментальность. Вот. О, там популечка, попушечка. Вот. Мы доходим в этом иногда до ненормальных вещей. Павел говорит, Бог – это Отец Славы. Отец Славы. Первый стих и семнадцатый стих. Отец Славы. Здесь показал Павел другую очень важную черту Бога. Бог – это Отец Славы. Мы не забываем о Его святости и о Его славе. Бог радушно принимает грешника. Но мы не спекулируем на любви Божией. Так ведь? Чтобы оправдать свою жизнь. Что вот, ну, Бог меня любит, я живу, как хочу. Меня же Бог – Отец мой. Я делаю, что хочу. Не-не-не-не. Это не пройдет. Этим нельзя прикрываться. Да, Бог – наш Отец. Но Он – Святой Отец. Он – Славный Отец. Он – Превознесенный Отец. Далее. Бог – это Отец всех. Бог – это Отец всех. Четвертый стих и шестой стих. Ни одна церковь, ни один народ не могут узурпировать любовь Бога. Вот сказать, мы – христианская нация, мы – христианская страна, все остальные – не Христи. Все остальные неправильно верят. Вот наша религия самая правильная, а ваша религия самая неправильная. Вот вы неправильно верите в Бога, а мы правильно верим в Бога. Бог – это Отец всех. Это Отец мусульман, это Отец буддистов, это Отец кришнаитов. Он – Отец всех, друзья. И Бог хочет этих всех соединить под главою Иисусом Христом. И у Него это получится. Точнее, это получится у нас с вами, потому что эту привилегию Он нам с вами оставил. Это мы должны с вами показать Его безмерную любовь этому миру, этим мусульманам, этим буддистам, этим яговистам, я не знаю, кому там еще, всем истам. Мы должны показать им эту великую любовь. Бог – это Отец всех. Его любовь распространится на всех людей. А это значит, что мы должны любить и уважать друг друга. Так ведь? Не отстаивать с Библией, не бить своего мужа по голове и сказать, ты грешник, а я вообще ничего не понимаешь. Бог – это Его Отец. Бог любит Его. Бог отдал за Него своего Сына, так же, как и за тебя. Аминь. Бог – это Отец, Которому мы должны воздавать благодарность. Бог – это образец истинного отцовства. То есть, не секрет, что наше мировоззрение о Боге, как отце, мы берем из семьи. Так ведь? Вот у меня какой был образ отца? У меня был образ отца такой. Я знал все пивные точки города Новороссийска, когда мы были в отпуске. Вот это был образ моего отца. Вот ничего другого вспомнить не могу. Я знал все стройки нашего поселка. Вот это образ, который сформировался у меня. Поэтому, и я знаю, что это большая-большая социальная проблема на сегодняшний день иметь нормального отца в семье. Я по мере сил стараюсь быть, ну, хорошим отцом. У меня не всегда это получается. Не всегда я, ну, на высоте, но, по крайней мере, я стараюсь. И мне кажется, что, может быть, мои дети иногда вспомнят меня добрым словом. Им будет что вспомнить. Может быть, были какие-то такие моменты, которые... Я-то точно помню эти моменты. Я-то точно знаю об этих моментах, когда наши сердца с моими детьми они соединялись как одно целое. И они понимали, что такое отец, что такое отцовство. Вот, и мы учим наших детей называть Бога отцом, но у них может быть одно единственное представление отцовства, которое они видят в нас, дорогие братья. Дети видят отцов в нас. И мы с вами, как отцы, должны формироваться по образу Божьему. Поэтому я всегда с такой радостью смотрю на те семьи, где отец, он такой живой, где отец, он участвует в жизни, принимает участие в жизни детей. И я вижу других людей, которые, вот знаете, они пришли в церковь, но они из-за недостатка этой любви отца, из-за недостатка отцовства, да, вот, они, их жизнь, она немножечко исковеркана, но я верю, что Бог исправит все это. Он это все изменит обязательно. Он все сделает правильно. С другой стороны, я, знаете, вижу людей, у которых были отцы, но они, например, умерли, да, но в их детской памяти остались эти светлые, чудесные моменты об отцовстве. Они понимают, кто такой отец. Они знают, кто такой отец. Они чувствовали эту защиту и попечение, эту любовь с раннего детства. И это хорошо. Сколько у нас времени? Без пятнадцати? Друзья, мы должны заканчивать. К сожалению, у нас нет времени. Я просто закончу на Ефесянам 18, 21, где Павел, он молится о необъятной любви Иисуса Христа. Это то, о чем мы должны с вами молиться и возрастать в этом. Для чего? Для того, чтобы подарить эту любовь этому миру. Я подведу короткий итог. Зачем Бог создал свою церковь? Чтобы церковь, она стала своеобразным проводником между этим миром и Богом. Чтобы мы показали Бога этому миру. Каким образом? Являя Его любовь. Но для того, чтобы явить Его любовь, нам самим нужно возрасти в этой любви. И поэтому Павел просит Господи, дай нам возрастать, дай нам познать, что это широта, долгота, глубина и высота твоей любви. Некоторые, знаете, богословы считают, что крест, это яркое выражение Его любви. Крест, направленный вниз, это глубина Его любви. Направленный вверх, это Его высота, направленный в сторону, это Его долгота и широта. Своей широтой Он охватывает весь мир. Своей долготой Он охватывает сам крест, само распятие. То, что Он уходит глубоко вниз, Он показывает глубину этой любви. Насколько оно глубока, что Христос ради нас спустился в эти преисподние места земли. То, что этот крест направлен вверх, показывает, что Христос, да, Он на небесах, но при этом Он любит нас. При этом Он любит нас бесконечно и безгранично. как велика любовь Его, друзья. И я хочу, чтобы мы, как церковь с вами, мы возрастали в познании этой любви. Нам это крайне необходимо, друзья. Чтобы вот человек приходил сюда, он просто заныривал сюда. Он сразу оттаивал, чтобы все его ежики эти, они, ну, отшелушивались сразу. Человек, ну, он другим становился, понимаете? И это в наших с вами силах. Так ведь? Аминь. Давайте явим любовь к Божию этому миру. Помолимся. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за эти чудесные апостольские молитвы, которыми Павел молился за церковь Божью, Господь. Мы видим эту идею, которая указана в Священном Писании. Ты хочешь примирить, Господь, весь этот мир с собой, Господь. Ты хочешь соединить весь этот мир, Господь, весь, всех людей без исключения, под головою, под Иисусом Христом. Всех людей, Господь. И для этого Ты поставил Твою церковь, Господь. И для этого Ты, Господь, в Твою церковь исполнил любовью, Господь. И я молю Тебя, Господи, я молю Тебя, чтобы Ты создавал среди нас настоящее братство, Господь. Никто из нас поодиночке не придет на небеса. Мы придем, Господь, вместе на небо. Никто из нас не может поодиночке возрастать в любви. Мы возрастаем в любви все вместе, Господь. И мы познаем Тебя все вместе, Отец, как одно целое, Господь. Драгоценный Бог, слава Тебе. Мы любим Тебя, мы благословляем Тебя, и мы так хотим явить Твою любовь этому миру, Отец. Выйти за пределы этих стен, Господь, и чтобы Твое благоухание, благоухание познания тебе распространилось через нас на всяком месте, на всяком месте, на всяком месте, чтобы благоухание этой великой любви, Господь, оно распространилось по всему этому городу, по всей этой земле, Господь, через Твою церковь, Отец. через Твой народ, Господь. Дай нам прийти в полную меру возраста Христова, мужей и жен совершенных, чтобы мы могли познать со всеми святыми, что из широта, что из долгота, что из глубина и высота Твоей любви, Господь. Слава Тебе! Слава да будет Богу! Слава Тебе!